В эфире проект 24 вопроса. Меня зовут Андрей Кривошеев. Здравствуйте. Народная мудрость гласит, ничто не ценится так дешево в молодости, но ничто не обходится так дорого в зрелости, как здоровье. Календарные метео весна побуждает нас подтянуть здоровье к отпуску или к следующей осени. А для белорусских здравниц это золотое время. В среднем каждый девятый белорус раз в год повышает жизненный тонус и улучшает самочувствие в Беларуси. Плюс, конечно, иностранцы, а потому самое время спросить, чем богаты наши здравницы, во сколько обходятся, как на них сказались рецессии и мировые катаклизмы, чем готовы помочь государство своим гражданам, как повлиял пока пятидневный безвиз на число путевок для гостей страны. Об этом и не только. Обязательно спросим у нашего гостя сегодня Геннадия Болбатовского, директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения при Совете министров Беларуси. Выпускник Витебского медицинского института. Окончил Белорусскую медицинскую академию после дипломного образования и Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности госуправления социальной сферой. Врач-интерн, врач-хирург, заведующий хирургическим отделением территориально-медицинского объединения номер один Витебска. В 2006 году главный специалист отдела финансирования учета и отчетности, замдиректора, начальник управления по обеспечению взаимодействия с государственными органами и общественными объединениями Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. С июля 2006 заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения с апреля 2013 года его руководитель, кандидат медицинских наук. Геннадий Николаевич, спасибо, что согласились ответить на 24 вопроса в нашем проекте. Может быть, самый первый, самый главный в Беларуси наконец наступил и календарный, и метеовесна. Для вас это еще и большой сезон, весенне-летний, его старт. Насколько готова Беларусь к этому сезону в плане оздоровления, в плане санаторных услуг? Ну, я могу констатировать, что готова, потому что вообще наше учреждение, в принципе, работают круглогодично. И средняя годовая заполняемость белорусских санаториев около 80%. А чем вы добиваетесь этого заполнения круглогодично? У нас ведь ни море, ни солнце. Круглый год, я имею в виду. Добиваемся, значит, есть спрос на санаторно-курортные организации. Связано, наверное, это в первую очередь с тем, что санаторно-курортные учреждения, это все-таки лечебное учреждение с применением преимущественно приводных лечебных факторов. И, учитывая, что именно широко применяются эти технологии сегодня в санаториях, которые являются альтернативой медикаментозным методам лечения, то сегодня спрос на эти услуги стабилен. И это состояние системы уже на протяжении последних лет. То есть обеспечивается стабильная среднегодовая заполняемость санаториев на уровне 80%. Я говорю, цифра средняя, конечно же, есть санаторий, которые близки к 100%, есть, которые и около 60% заполняемость. Но, тем не менее, сегодня я констатирую в том, что этот вид услуг сегодня востребован круглогодично. И, естественно, с началом весны все равно потепление, конечно же, людей... Но для вас это как для артистов чёс, да? Это наиболее востребованный период, конечно же, межсезонье никто не отрицает. Периоды межсезонья, где спрос гораздо ниже, чем в летний период. Но, тем не менее, он не до такой степени снижается, что нужно останавливать учреждения или говорить о нецелесообразности их функционирования. Геннадий Николаевич, мировые экономисты, экономисты с мировыми именами говорят, что в перспективе 15-20 лет медицина и здравоохранение вообще, и здоровье вообще, как огромная отрасль, станет первой и главной на планете. То есть будет приносить больше всего денег, поскольку интерес людей к качеству своей жизни, к своему здоровью постоянно растет. И постоянно растет уровень технологий, как поддержать это качество жизни. Вы, как человек, который отвечает за здоровье людей здесь, в Беларуси, за их оздоровление. Чувствуете этот тренд, когда люди интересуются своим здоровьем и готовы вкладывать в него деньги? Да, я хочу отметить, что увеличивается доля свободной реализации путевок именно для граждан Беларуси ежегодно, из года в год. И это свидетельствует тому, что люди начали заботиться о своем здоровье. И когда мы проводили реформу в 2006 году в системе, когда была значительно снижена бюджетное финансирование, мы все равно выполняем все социальные проекты, но я хочу отметить, что категория особенно работающих граждан начала приобретать путевки за свободную реализацию и думать о перспективах и о качестве своей жизни. У вас наверняка же, как врача, радует тот факт, что отношение к здоровью и к медицине меняется и интерес растет. Но почему иностранцы выбирают Беларусь? Ведь это не маленькая цифра. Я могу констатировать о том, что ежегодное количество иностранных граждан у нас увеличивается. И цифра, например, 2016 года — это более 216 тысяч иностранных граждан. То есть по экспорту услуг у нас процент роста по сравнению с прошлым годом более чем на 132%. То есть на треть рост выручки. Да. Значит, это на 21,5 тысячи больше иностранцев приехало к нам, чем в прошлом году. Почему? Опять же, не море. Опять же. Не пляжи таких, что прям вот... Опять же, хочу отметить все-таки брендом белорусских санаториев остается медицинская составляющая. Потому что мы делаем акцент именно на медицину. В том числе аналогичные учреждения на Западе сегодня занимаются больше оздоровительными процедурами. То есть это спа-технологии какие-то, косметические в основном. То здесь человек приезжает, получает комплекс медицинских услуг и зачастую даже обследование диагностических процедур. А что это за исследование? Это позвоночник, сердце, нервы? Нет. Ну, во-первых, практически во всех есть биохимическая лаборатория. Ультразвуковая диагностика. То есть человек с сегодняшним ритмом жизни зачастую не ходит в поликлинике. Не успевает провести. Не успевает, да, провести. Приезжая в санаторий, врач не может без обследования назначать какие-то процедуры. Поэтому исследование сердца нужно однозначно. Значит, ультразвуковое исследование нужно. Анализы крови минимальные нужны. Плюс, я хочу сказать, что Республика Беларусь сегодня богата природными лечебными факторами. Такие, как минеральные воды и лечебная грязь. Сегодня на территории санаториев используется более 90 скважин с минеральной водой. И сопропеливая грязь из четырех месторождений Республики Беларусь. И эффект сопоставим с лечением медикаментозным. Поэтому сегодня люди выбирают сочетание отдыха и лечения в условиях санатория, а не в условиях больницы. Я слышал от ваших польских коллег и прибалтийских коллег, что демпингуете. То есть, цена в Беларуси ниже сопоставима за сопоставимые услуги, чем в Польше или Прибалтике. Это правда? Демпинги сегодня, наверное, не совсем корректно говорить. Спрос определяет предложение. И цена-качество. Беларусские санатории конкурируют сегодня в рыночных условиях. Это не бюджетная организация. То есть, они не работают в убыток. Мы отслеживали уровень рентабельности всех учреждений. Поэтому убыточных санаторно-курортных организаций нет на сегодняшний момент. При заполняемости, ну, есть экономические там аспекты. Сегодня там тоже в Европе просчитано, что санаторий должен быть не менее 200 мест или какое-то аналогичное учреждение. Заполняемость должна быть на уровне не менее 70%. Это будет рентабельное, полностью прибыльное предприятие. Что сегодня, в принципе, доказывают наши учреждения, я вам говорю, процент заполняемости. Санаторий использует систему скидок не потому, что они хотят. То есть, они сегодня привлекают клиента. Лучше быть заполненными, чем постоять с пустыми, с баснословными ценами. Скажите, а такие вот модные спа-процедуры различного рода обертывания, мед, шоколад, иглотерапия, у нас-то практикуют? Или все-таки у нас акцент на медицину, на серьезную медицину? Безусловно, брендом он остается и в ближайшее время будет оставаться медицинская составляющая. Мы сегодня также думаем о западном потребителе, которому понятен этот вид услуг. И, конечно же, наши учреждения не стоят на месте. Сегодня уже у нас более 30 санаторий в том или ином виде применяют данные виды услуг. Где-то это ограничивается, например, одним-двумя кабинетами, но в то же время сегодня есть европейские спа-комплексы. У нас уже в 2016 году, например, санатория «Юность» получила европейский сертификат международного уровня, и поток туристов из западных уже сразу увеличился. Поэтому это направление также будет развиваться, и оно должно развиваться. А деньги есть на это развитие? Ведь это дорогостоящее оборудование. Если бы не было денег, никто бы не вкладывал в развитие. Опять же, есть цифры, которые сегодня по материально-технической базе. Ежегодно эта цифра достаточно приличная. По итогам 2016 года в укреплении матехбазы было около 500 миллиардов недономинированных рублей. И в основном, конечно же, это собственное средство собственников, это не менее 70%. Поэтому если сегодня уже всем понятно, что если не будет развития, не будет и спроса. Поэтому нужно идти в ногу со временем, и поэтому новые виды услуг должны появляться в санаториях, и они будут появляться. Геннадий Николаевич, по итогам 2016 года 16 белорусских санаториев получили высшую категорию. Что значит эта категория? 16 организаций. Это хочу отметить, что 5 из них за пределами Республики Беларусь находятся. Это наши учреждения, это санатории Сочи, Туапсе, Мискор, Юрмала, Друскененкай. И 11 учреждений это на территории Республики Беларусь. Это что-то вроде ВИП-5 звезд, как в гостинице? Ну, это на высшая категория, то есть это наилучшее учреждение по критериям оценочным. Критерии подразумевают под собой, но несколько групп разбиты. То есть это, конечно же, оценивается медицинская составляющая, условия проживания, организация питания, досуга. То есть разработаны целые критерии, которые по сумме баллов санаторий набирают. А хотя бы пару из белорусских санаториев назовите, которые вот прям в ВИП-категории. Конечно же, санатории, которые наиболее прогрессивные, которые обладают наилучшим материально-технической базой и спросом. Это преимущественно, если по собственникам, это санатории управления делами, то есть это такие санатории, как Приозерный, Юность, Боровое, Сосны. Также это входит в санатории Радон, санаторий Приднепровский, санаторий Ружанский, кстати, который принимает не только взрослых, но и детей. Это вообще был статус детского учреждения. Целью введения этой аттестации было у нас в 2006 году отсеять те, которые не соответствуют. И вообще около 200 санаториев у нас было на момент первой аттестации в 2006 году, и после проведенной аттестации их осталось только 101. Поэтому те, которые не соответствуют, они не получают такой статус. Принципиальный вопрос цены. Регулирует ли здесь государство цены, которые выставляют санаторий и здравницы, и насколько отличается цена для белорусов, скажем, и для иностранцев? Что касается цен, которые санаторий выставляют, то они государством не регулируются, потому что это субъекта хозяйства не отдельно, и на ценообразование отвечает собственник. И цена, опять же, должна формироваться, исходя из существующего спроса. Но на своих гражданах мы не наживаемся, насколько я понимаю. То есть это особенно дети, ветераны Великой Отечественной войны, особенно льготные категории? Нет, на льготной категории об этом вообще речь не идет, потому что как раз республиканский центр организовывает проведение конкурсов. У нас существуют опять же свои требования закупки путевок за счет республиканского бюджета и фонда государственного социального страхования, где мы требуем минимальную рентабельность. Опять же, мы не ставим перед собой цель загнать в убытки учреждения, но оно должно выполнять социальную функцию. Для иностранцев цены выше. Насколько примерно и сколько высшая категория и низшая категория от до сутки, допустим, стоят в нашей недавице? не назову вам сейчас в зависимости от категории. Я назову вам среднюю стоимость путевки в стандартный двухместный номер одного дня по итогам января и по итогам 2016 года. Средняя стоимость свобода составляла 43 рубля. Белорусска? Да. Около 20 долларов? Да. В январе и феврале эти цены не изменялись, наоборот, некоторые предоставляли скидки. Дальше от категории номеров, конечно, эта сумма могла быть больше или меньше. Что касается разницы в стоимости путевок для разных граждан государств, то для граждан союзного государства они одинаковы. Что касается для граждан других государств, то там опять же праве собственника устанавливать разницу или не устанавливать. Это его право. Еще один сектор, который последние пять лет очень активно развивается, агроусадьба. Причем я пробежался по сайтам, многие агроусадьбы предлагают те самые оздоровительные спа-процедуры. Они вам конкуренты? Нет, они не конкуренты нам, хотя мы хотим сотрудничества более глубокого с агроусадьбами и там, где позволяет расстояние, это сотрудничество удается. Сегодня проблема в том, что... ты два дня лечишься в санатории, можешь на день поехать... Нет, услуги, покупают услуги, проживают в агроусадьбе, если это в радиусе там десяти километров каких-то, ну, условно говоря, то человек сегодня может позавтракать в агроусадьбе, приехать в санаторий, прошел диагностические или лечебные процедуры и поехал дальше. У нас таких примеров есть, но все связано именно с расположением. Все, без включения, которые расположены рядом, в пределах досягаемости оказывают услуги людям, находящимся в агроусадьбе. То есть от этого выигрывает и агроусадьба, и санаторий? Конечно, и санаторий. Поэтому мы очень хотим, чтобы это сотрудничество с агроусадьбами было более плодотворно, потому что это приток, ну, то есть в санаторий услугу продает и агроусадьба имеет наполняемость. Поэтому это хорошо, но агроусадьба не всегда строится около санаториев. К сожалению. Еще один вопрос, который тоже широко дискутировался не только в Беларуси, это знаменитая отмена виз для граждан 80 государств, если они прибывают с уроком на 5 дней через национальный аэропорт. Эта мера, эта открытость как-то помогла нашим здравницам санаториям? Все-таки 5 дней, а путевки длиннее, это 7, 12, 14, 10 дней. Ну, на сегодняшний момент это не... Вы не почувствовали санаториев это не будет действенно. Во-первых, это неправильно. Сегодня стандарт, все-таки даже есть стандарты лечения сегодня по тому новому заболеванию. Чтобы достичь максимального эффекта, например, сегодня нужно 18 дней полноценно. Но практика показывает, что все-таки на пребывание в наших санаториях люди, которые купили путевки или приехали из-за границы, 12-14 дней. Поэтому мы свою позицию в Министерстве иностранных дел высказали, обосновали о том, что... Надо расширять это все. Надо расширять, да, да. Сколько по вашему дому составляет? Не меньше 12 дней. Это, ну, не меньше. Исходя из вот той аналитики, что мы сделали, мы вышли на 14 дней вообще. Вы такое предложение внесли? Да, и мы внесли такое предложение. Я надеюсь, что действительно сделав первый шаг, как сказал президент, что надо смотреть и дальше. Поэтому я думаю, что мы не видим так больших противоречий с МИДом, поэтому отработают вот пятидневный срок пребывания. Я думаю, что это перспектива довольно близкая. Большинство времени в жизни занимает эта работа. Но помимо работы, конечно же, есть много интересных и полезных вещей. Поэтому, конечно же, это работа, семья, ну, и свободное время. я мечтаю интересных путешествий. Это обязательность, порядочность, педантичность. мечты вдохновляют. Я горжусь, во-первых, своим образованием, которое я получил. Во-вторых, в недалеком прошлом я еще горжусь тем, что я защитил кандидатскую диссертацию, получил статус кандидата медицинских наук. Основное мое хобби, которое я увлекаюсь, которым занимаюсь с большим удовольствием, это охота. Второе мое хобби это наверное, ну, спорт, потому что спортом я занимался всю жизнь, сейчас более активно я занимаюсь горными лажей. Это понятие многогранное, но большая часть в моем счастье наверное все-таки семья. Это мои близкие и мой дом. это страна, в которой я живу и родился. В первую очередь это лицо страны, которое вещает именно за пределами нашей страны. И я всегда, находясь за пределами, с удовольствием смотрю этот канал и спрашиваю, идет ли он по телевизору в месте, где я остановился. Насколько вообще раскручен наш медицинский оздоровительный туризм? Я имею в виду, есть ли у Беларуси уже свой бренд или все-таки нам до сих пор нужно активнее участвовать и в выставках, и позиционировать себя, и приглашать сюда туристические центры, ассоциации, альянсы, чтобы показывать себя и рассказывать себе. Или у нас уже есть свой бренд, который, знаете, как на немецкие автомобили, лечение и оздоровление в Беларуси, это качество и цена? Бренд, может быть, и есть, но о нем никто не знает. Значит, поэтому я действительно, к сожалению, признаю о том, что работать и работать на рынке, позиционировая себя на рынке. Сегодня ресурс маркетинговых служб в натуре далеко не исчерпан. Действительно, занявший нишу какую-то на российском рынке, мы думали, мы будем это иметь бесконечно. Сегодня все меняется и нужно выходить на другие рынки и нужно агрессивно. Сегодня конкуренция достаточно большая, поэтому здесь еще очень много работы и это, пожалуй, основная работа по продвижению наших санаториев на внешнем туристическом рынке. А бывают у нас туристы из далеких экзотических стран? Конечно, бывают. Ну что за страна, например? На ваш взгляд, самая экзотическая страна? Австралия. Из Австралии? Да, самая экзотическая для меня Австралия. Поэтому нет, есть из американского континента клиенты, поэтому география достаточно широкая, но она немногочисленная. А вот те страны, которые заново открывают или повышают уровень сотрудничества с Беларусью на такой высокой государственной основе, ну тот же Китай, Венесуэла, сейчас Объединенные Арабские Эмираты, это как-то подстегивает поток клиентов в нашей здравнице? Или нужно отдельно себя специально позиционировать? Надо все равно позиционировать в отношении Китая. Мы ждем перспектив, во-первых, потому что, опять же, многие санатории сегодня занимаются китайской нетрадиционной медициной. у нас во многих очень санаториях уже есть и есть врачи, которые проходили стажировку в Китае. Китайцам тоже их у нас становится все больше и им интересен в том числе понятный для них вид услуг. Поэтому это направление я думаю, что тоже имеет право на жизнь и дальнейшее развитие. Но арабские страны, там же есть своя специфика, начиная от халяльной еды, которую должны подавать в санатории и заканчивая высочайшим сервисом. Все, кто был в Дубае или в Катаре в Дохе знают, какое качество услуг требуют эти клиенты. Мы готовы к таким опять же в отношении еды есть особенности. Сегодня есть и положительные примеры, в том числе стоит только захотеть, если нужно привлечь клиента. Сегодня например для туристов из Израиля сформировано кошельное меню и сегодня это уже не является чем-то непонятным. Но и кроме того я хотел бы отметить, что я не сторонник вообще вот такой формы питания по типу шведский стол в санатории. Как врач? Да, как врач, потому что при бывании в санатории предусмотрели диет питания. Это один из аспектов лечения. Но как же себя на отдыхе ограничить в шведском столе? Поэтому для меня не совсем это понятно, что все равно сегодня люди, кстати, уже меняют менталитет по отношению к шведским столам. Если ты хочешь поесть, то надо ехать там, где все включено и прочее. То есть сегодня например в санатории у нас есть, конечно, та же юность, где начинался этот стол, он доведен сегодня до совершенства и он лучше аналог любого европейского. Но мы сегодня предлагаем наряду с шведским столом диетическое питание. То есть человек, если приехал, ему назначил диетическое питание, то ему будет готовить. И он имеет право на заказное меню. Геннадий Николаевич, может быть, самый последний вопрос. Ваш прогноз на 2017 год? Каким он будет для вот этого большого и очень важного, в том числе и для белорусской экономики, для наших гостей, сектор туристических услуг, оздоровительных услуг? Вы сделали просто блестящий прогноз на 2016 год, вам многие не поверили. Вы сказали, что наша отрасль прибавит, несмотря ни на какие кризисы. И поразительным образом оказались правы. Исходя уже вот с первых двух месяцев работы в этом году, мы видим, что результаты деятельности сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года. И сегодня с началом весны мы собрались, да, сегодня глубина продаж увеличивается, уже на летний период люди заказывают, поэтому одно из трудных межсезоньев мы уже переживаем. Я думаю, что будет обеспечена стабильная работа отрасли и в этом году. Спасибо вам огромное за интервью, дай бог, чтобы справился ваш прогноз. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok